дамы и господа всем привет вы на канале индустриал тул и сегодня у меня на обзоре ушм десей модель асм или правильно будет и sm04-150 это болгарочка на 150 диск поставляется вот в такой картонной обычной коробки здесь вот непонятно что означают эти цифры c108 я так и не разобрался а вообще какая здесь есть информация здесь указано что мощность ушм 1500 ватт посадочный диаметр диска 22 миллиметра ну точнее будет 22 и 2 максимальный диаметр круга 150 миллиметров вес 2 и 9 килограммов вес 2 и 9 килограмма указан чисто конкретно уши мки вес полностью с коробкой как указано на сайте продавца три с половиной килограмма продается данная болгарочка на сайте все инструменты ссылку я оставлю в описании стоит она там сейчас 7500 рублей ну и давайте вскрывать что такое вообще десей десей это бытовой инструмент китайской китайского завода донгченг хотя здесь на коробочке указано профессионал power tools но зеленые это бытовой в китае считается наверное профессиональным не знаю донгченг на рынке в китае уже 28 лет изначально он производил уем запчасти для известных производителей я работаю в сервисном центре помню заказывал на детьку запчасти аналоговые то есть на макиту по-моему или даже не помню на что на что-то приходил мне двигатель я ротор статор заказывал если мы сейчас зайдем на сайт детьку и введем в поиски там запчасти донгченг то мы увидим что очень много компания делает рота роторы статоры для известных моделей для макиты для боша для девольта и цены намного дешевле естественно оригинала будут и я так понял заводится это все компании webex хотя в скобочках вы везде видите что ротор компании донгченг листатор компании донгченг китае вообще донгченг считается маркой номер один как я узнал про этого производителя я возможно как и вы раньше о нем ничего не слышал первый раз увидел я его на выставке митекс два года назад они только там появились есть у них стерео как зеленого инструмента так и красного красной уже у них называется 10 кей и считается профессиональным зеленый же считается бытовым а в прошлом году на митексе они уже более серьезно вышли на наш российский рынок и я смотрю появились уже болгарочку можно спокойно купить во всех инструментах зеленый инструмент продается на вот известных marketplace ах а красный как я понял специализированных магазинах в розничных давайте посмотрим комплектацию что у нас идет ручка ключ ключ прямо такой толстенный не согнешь кожух запасные щеточки на щетках написано carbon brush power tools repair parts то есть запасные запчасти для инструменты asm04 150 то есть для конкретно вот этой модели вообще у нас в россии привыкли думать что если в комплекте лежат щетки то это конкретно китайщина я не знаю в китае наверное это в порядке вещей добавлять в комплектацию щетки здесь гарантийный талон здесь кстати тоже написано диссей профессиональные электроинструменты и инструкция в инструкции обратил внимание что есть еще точно такая же модель но в россии я ее не нашел продажи называется она asm07 125 получается я нашел ее на зарубежном сайте визуально она один в один точно такая просто идет кожух на 125 диск и там другое количество оборотов в этой 10000 оборотов в минуту 125 будет 11800 кожух здесь простецкий то есть не быстро съем вам понадобится отвертка чтобы его установить ну как на обычных дешевых ушей мках как бы бренд этот зеленый и не заявляет что здесь будет профессиональное что-то шпиндель здесь стандартный наш м14 то есть не китайский тонкий гайка зажимная тоже обычная стандартная не быстро съем или как там ее назвать и фланец тоже обычный безо всяких наворотов шнур шнур идет качественный такой прям мягкий морозостойкий я кстати слышал такую историю что например у makita сейчас есть такая ситуация что на marketplace ах некоторых можно купить оригинальную макиту но она почему-то приходит оригинальная но для китайского рынка и вот на некоторых уши мках точнее на всех уши мках которые идут для китайского рынка кабель установлен который с китайской вилочкой он не морозостойкий хотя оригинальный здесь прямо нормальный кабель кабеля здесь три метра должно быть по судя по информации на сайте давайте замерим 22 с половиной по ходу замеряем метр 2 до 2 270 куда играли 30 сантиметров на сайте вот я смотрю все инструменты указана длина кабеля 3 метра предлагаю включить и послушать как она работает как мы видим плавный пуск отсутствует давайте проверим если защита от непреднамеренного включения я думаю и здесь не будет для этого зажимаем выключатель в положение включено и здесь есть фиксатор фиксация и включаем питание ну как я и догадывался защиты здесь нет это конечно же минус но как бы на профессиональную уж м здесь заявки и не было давайте рассмотрим инструмент поближе и стандартного здесь есть три положения фиксации ручки ручка здесь под мою руку она отличная но я так предполагаю если бы обзор делали ребята из канала папа карло для николая эта ручка была бы маленькой ручка не прорезиненная обычный пластик для шлифовки положения ручка здесь не поворачивается имеет только вот такое стандартное положение то есть сейчас кожух точнее редуктор повернут таким образом что им удобно шлифовать для резки я бы наверное редуктор повернуть что еще имеется на корпусе стандартный фиксатор шпинделя с помощью кнопки отверстие для вентиляции так спереди так и сзади и быстрый доступ к щеткам выключатель имеет защиту от преднамеренного включения с помощью этой кнопочки сначала нужно ее нажать включили можно зафиксировать то есть в принципе то что при включении питания у нас сразу включается выключатель не так уж и страшно потому что есть вот такая дополнительная защита единственное не оставляйте уши вот в положении зафиксированным вот таком а так у нас она всегда будет отключена ну а теперь давайте разберем и посмотрим что внутри для начала открутим щетки таким образом здесь установлена щетка можно как приподнять пружинку и вытащить щетку так и открутить вот этот щеткодержатель и полностью приподнять весь механизм сам бункер вот так то же самое сделаем и с этой стороны как мы видим щетки здесь еще даже не начали притираться ну уж им то новое другого здесь быть и не должно теперь открутим редуктор здесь видите чуть чуть не достает поэтому битку нужно использовать подлиннее либо отвертку я использую переходник затянуто хорошо открутили и снимаем внутри видим вот такой ротор большой на роторе указано DCA 0768 230 221s ротор имеет броню как спереди так и сзади и задний подшипник получается вообще полностью скрыт от пыли первый раз такое вижу здесь есть как лабиринтное кольцо так и вот такая штучка резиновая давайте попробуем ее снять пыльник этот давайте попробуем его снять этот резиновый пыльничек вот так он выглядит если честно первый раз вижу чтобы вот так зад был полностью закрыт маленькое отверстие обычно вот по этому периметру примерно всегда отверстие сделано подшипник подшипник здесь NMB 608s то есть не китайщина какая-нибудь хотя и написано Сингапур но компания NMB это по-моему японская компания которая производит подшипники да она имеет заводы в Китае но подшипник здесь стоит не ерунда какая-нибудь короче хороший профессиональный подшипник теперь давайте вскроем сам редуктор накрутили 4 винта и вскрываем смазочка здесь очень похоже как у макиты обычно когда вскрываешь китайские уши мки там такая смазка видно то белая какая-нибудь не очень хорошая а здесь прямо такое ощущение что это макитовская смазка но макита сама смазку тоже не делает макита по-моему такую смазку заказывает в компании shell шестерни выглядит вот таким образом непонятно только здесь есть шпонка но при этом она сюда напрессована обычно когда на шпиндель напрессована шестерня шпонки шпонку не ставят короче я не знаю хорошо это или плохо с одной стороны хорошо это дополнительно если будет все таки со временем прослаблена шестерня не будет прокручиваться на валу за счет шпонки потому что на макитовских больших ушмках шпонки нет там просто напрессованно и все и при этом происходит бывает такая ситуация когда происходит резкий удар либо остановка диска шестерня бывает смещается со своего места то есть она подымается и чтобы она не слетела полностью обычно на ушмках там ставится здесь стопорное колечко небольшое ну и давайте попробуем открутить шестерню берем ключ на 13 фиксируем и вот таким образом открутить и так что мы увидели здесь посадка прослабленная ну обычно она так и должна быть и ротор мы очень легко отсюда извлекли гаечка и давайте достанем шестерню там внутри еще находится шайба вот она шайбочка задний точнее передний подшипник ротора держится за счет вот этой вот пластины давайте ее открутим открутили снимаем что интересно здесь еще есть дополнительная фетровая прокладка чтобы смазка не вылазила внутрь корпуса а здесь уже подшипник аудо передний шестьдесят два два нуля рс и так же мы видим здесь задний подшипник шпинделя получается игольчатый не втулка а игольчатый подшипник что тоже очень хорошо плюс еще прошу обратить внимание вот это пластинка она сделана в виде вот такого лабиринтного уплотнения то есть для того чтобы пыль меньше туда попадала сам редуктор получается это прокладка здесь и лабиринтная и фетровая чтобы и смазка сюда не выходила и внутрь не попадала пыль то есть подшипник здесь вообще очень хорошо защищен от пыли ну и давайте посмотрим как теперь здесь выглядит статор хотя отсюда уже видно что выглядит он довольно неплохо снимаем защиту статора откручиваем два длинных самореза не перепутайте здесь спереди но такое часто встречается стоит подлиннее винты сзади на ручке покороче саморезы точнее а не винты открутили и вскрываем что мы здесь видим интересно сделан выключатель я такой выключатель вижу первый раз заднюю крышку уберу чтоб не мешалось фиксатор кабеля снимаем это все дело лишнее конечно есть как в этом соединении плюс так и минус плюс в том что кончики здесь они наконечники сделали типы иншевые ну тут другие иншевые не знаю как правильно они называются это плюс а минус что сюда нужно было делать не такие наконечники а вот как здесь сделаны видите здесь сделали нормальные наконечники под болт а здесь почему то нет ну да ладно смотрим что же это за выключатель короче сделано так что вот эту ручку не снимешь кнопку верхнюю а там не видно что написано давайте я подсвечу вот написано айнинг а что там непонятно но я такой выключатель не видел ни на одну шею если честно перед тем как извлекать статор желательно снять щетка держатели потому как здесь провода типа короче они будут мешать заправляем провода внутрь берем киянку либо деревянную либо прорезиненную и начинаем постукивать но стучать нужно в такие места которые не сломаются здесь в принципе корпус везде крепкий можно это делать в любом месте все извлекли смотрим чтобы у нас здесь ничего не оторвалось где-то зацепилась вот зацепилась и что мы здесь видим полностью бронированный статор который по броне особо и ничем не отличается от какого-нибудь макитовского ну здесь вот видно чуть-чуть не долили видно что обмотки там медные и вес он имеет чувствуется что это не алюминия какая-нибудь и написано DCA 0530 230 214 E ну вот в принципе и все собираем обратно кстати по поводу пластика у нас обычно все берут такие пластик китайский сразу видно здесь написано вот PA6 GF30 корпус PA6 GF30 берем корпус от сабельной пилы макита защита 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 статора видите PA6 GF30 и также также от нее вот смотрите модель модель где тут написано вот на ручке PA6 GF30 то есть пластик такой же да давайте посмотрим есть ли возможность развернуть редуктор в то положение которое нам удобно поворачиваем все отверстия у нас совпадают то есть такая возможность есть я наверное так и поставлю сейчас собрали оставил один щеткодержатель открытый чтобы посмотреть искрит она или нет при работе включаем с как мы видим работает все четенько ничего не греется и не искрит поэтому закрываем предлагаю сделать немного пилов у меня есть диск qtop 1.6 и рессора рессора у меня уже это участвовала в роликах с шуруповертами мы ее сверлили давайте пару резов сделаем ну и ради прикола 125 шм диск луга 1 1 и 2 миллиметра ну или конечно поприятнее но она и мощнее в разы а а а а этим диском шлифануть это rock force тоже покупал на всех инструментах я такими дисками еще ни разу не пробовал шлифовать поэтому опыта нет буду я правильно делать или неправильно я не знаю включаем включаем а 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 мы работаем на улице двигатель холодный редуктор чуть теплый а хорошая машинка ну что давайте делать выводы мое мнение вполне себе хорошая болгарочка даже может быть и не домашняя можно мне кажется ее реально как вот здесь написано они указывают профессионал но ну хотя она позиционируется как для домашнего использования как непрофессиональная для дома очень хороший вариант что по цене 7500 я не знаю дорого это дешево выводы делайте сами как по мне в принципе очень хорошая машинка то есть нормальные подшипники нормальный выключатель нормальный редуктор хорошая пылезащищенность бронированный ротор бронированный статор полностью так посмотрите она даже тянет на профессиональную модель я конечно знаю что вы сейчас напишите все продался и все такое отписка ну вперед ребята можете отписываться я не против я в этой машинке для себя плохого не увидел единственное что мне не понравилось ну подключение кабеля ну это вообще ерунда так сказать поэтому кому понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал не забывайте подписываться на мой телеграм-канал всем спасибо за просмотр всем пока 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 пока